Единственная дочь великой певицы Уитни Хьюстон повторила трагическую судьбу матери, которая скончалась 11 февраля 2012 года. У Хьюстон остановилось сердце из-за передозировки кокаином. 31 января 2015 года 22-летняя Бобби Кристина была найдена у себя дома без сознания, после чего медики в попытке спасти девушку ввели ее в искусственную кому. Основные версии произошедшего – несчастный случай или попытка суицейда. В конце апреля Бобби Кристина очнулась, но, по словам ее бабушки Сиси Хьюстон, мозг девушки остался непоправимо поврежден, а состояние – крайне нестабильно. Пока родные молились за жизнь младшей Хьюстон, стали известны неприятные подробности ее личной жизни. Нику Гордону Бойфронду Бобби Кристины официально были предъявлены обвинения в ее избиении и краже денег с банковской карты девушки. Ссора, как сообщается, произошла накануне трагического события. 26 июля 2015 года Бобби Кристина Браун скончалась. Бойфронд Ник Гордон на службу не пришел. Родственники Бобби Кристины уверены, что молодой человек, поднимавший на нее руку, виновен в ее смерти. Как известно, Уитни Хьюстон также была жертвой агрессии своего мужа Бобби Брауна, отца Бобби Кристины. Пара поженилась в 1992 году, после чего последовали 14 долгих лет скандального брака. Бобби Браун подсадил свою жену на запрещенные вещества, а также регулярно избивал Уитни. Но та, несмотря на развившуюся нервную анорексию, продолжала оправдывать любимого и терпеливо ждать его из тюрьмы после очередной драки или обвинения в пьяном вождении. Подать документы на развод Хьюстон решила только в 2006 году. Отношения, которые должны были привести к красивой свадьбе, закончились скандалом, в 2009 году музыкант Крис Браун напал на Риану, когда оба находились в закрытой машине и у девушки не было шансов убежать. После этого Браун явился в участок с повинной, но это не смягчило его наказание. Суд приговорил Криса Брауна к пяти годам условно, 180 дням общественных работ, а также запретил подходить к Риане ближе, чем на 50 метров. Впрочем, последний пункт Крис нарушил, и без возражений своей подруги. После инцидента музыкант публично просил прощения у любимой, Ри возвращалась к раскаявшемуся обидчику, после пара вновь расходилась. В итоге история любви закончилась окончательным расставанием, а на память у Ри осталась татуировка Never A Failure, Always Ailson, никаких ошибок, только уроки. Актриса Екатерина Архарова, племянница актера Эммануила Виторгана, вышла замуж за Марата Башарова 31 мая 2014 года. А уже в октябре близкие пары были шокированы новостью, Башаров избил жену. По словам Виторгана, нетрезвый Башаров сломал Екатерине нос и нанес травмы головы. История получила неприятное продолжение, у бывшей супруги Марата Башарова нашли опухоль мозга. Не исключено, что болезнь была спровоцирована полученными травмами. К счастью, по словам артистки, опухоль оказалась не опасной. О заболевании Екатерины Марат Башаров узнал от журналистов. По словам актера, он хотел помочь бывшей жене и пытался выйти с ней на связь. Но та отметила, что не нуждается ни в какой помощи от Башарова и не собирается разговаривать с ним. Позже история повторилась. Оказалось, что Марат избивал и другую свою супругу Елизавету Шевыркову. О случившемся женщина рассказала относительно недавно. Улыбчивая и светлая на сцене, в реальной жизни Кристина Арбакайте долгое время была жертвой мужа-тирана Руслана Байсарова. Бизнесмен из Чечни не менял гнев на милость, даже когда Кристина была беременна сыном Дэнни. В итоге мальчик стал яблоком раздора между Кристиной и Байсаровым уже после того, как артистка решилась подать на развод. В 2009 году Байсаров вывез 11-летнего сына Дэнни на каникулы, после чего не вернул его матери, а оставил в Чечне на своей родине. После двух месяцев попыток Арбакайте увидеться с мальчиком Байсаров пошел на мировую. Сейчас Дэнни уже взрослый. Парень поддерживает общение и с матерью, и с отцом. Первый муж и продюсер певицы Валерии Александр Шульгин оказался самым большим кошмаром в жизни артистки, по словам самой Валерии, которая решилась рассказать правду о своем браке только после развода в 2002 году. Как призналась певица, все годы своей нелегкой семейной жизни она была запугана и морально подавлена властным супругом. А потому продолжала жить и работать с тираном в надежде, что ситуацию спасут трое детей, дочь Анна, которая родилась в 1993 году, и сыновья Артемий, 1994, и Арсений, 1998. В итоге Валерия вместе с детьми сбежала от Шульгина к маме в Аткарск, а оформив развод, запретила бывшему мужу приближаться к ее семье. Сейчас Валерия счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Тревожная репутация Александра Шульгина не остановила юную певицу Юлю Михальчик, которая согласилась стать женой продюсера. Их отношения развивались как в романтическом кино, Шульгин сам пригласил 18-летнюю Юлю на шоу «Фабрика звезд 3», а после сделал предложение прямо на сцене. Правда, до свадьбы дела, к счастью для Михальчик, не дошло. Артистка сбежала от своего жениха после совместного отдыха, который превратился для счастливой невесты в ад. По словам Михальчик, Шульгин не терпел никаких возражений со стороны своей девушки, заставляя ее отдыхать по его правилам. Пианистка, ради которой многодетный отец и любящий муж Мел Гибсон оставил семью после 30 лет брака. Очень скоро из разрушительницы из семей превратилась в жертву домашнего насилия. В июне 2010 года, спустя всего 7 месяцев после рождения дочки Люсии, Григорьева ушла от Гибсона и обвинила его в регулярных побоях. По словам Оксаны, он наносил ей удары, даже когда она держала на руках новорожденную девочку, эта драка и стала последней каплей. Через некоторое время врачи местного госпиталя зафиксировали у Григорьевой синяки, кровоподтеки и повреждения зубов. По итогам судебных разбирательств Гибсона приговорили к трем годам условно, штрафу в 400 долларах, психологическому курсу по управлению гневом и 16 часам общественных работ. Помимо этого, из-за скандала с актером отказалось работать голливудское агентство Вильям Моррис Индева. Вопрос коснулся и денег. По закону Мел обязался платить экс-любовнице 20 тысяч долларов ежемесячных алиментов. В качестве моральной компенсации Григорьева также получила один из особняков актера. Более того, Оксана стала полноправным опекуном ребенка, а вот темпераментный артист вообще получил временный запрет на общение и даже приближение к малышке Люсии. Побои и унижение певицы Жасмин терпела все годы своего брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым с 1995 по 2006 год. Скандал разгорелся только после того, как артистка попала в больницу после очередного избиения. Жасмин вышла замуж в 17 лет, муж был старше почти на 20 лет. Супруг увез Жасмин из родного Дагестана в Москву, где сделал популярной артисткой и жертвой своей агрессии. Но подробности трагического брака артистке стали известны только тогда, когда Жасмин была уже вынуждена обратиться к медикам. Немногие знают, что Ким Кардашьян страдала от мужской агрессии. Ее первый супруг, музыкальный продюсер Дэймон Томас, часто избивал свою красавицу жену, контролировал ее время и требовал полного подчинения. Об этом Ким решилась рассказать только в 2010 году, спустя шесть лет после развода. Ким боялась не только позвонить в полицию, но и рассказать о побоях семье, муж угрожал расправиться с ней. Первый муж актрисы, бейсболист Дэвид Джастис, был большим ее поклонником. Берри познакомилась с ним в 1992 году, когда тот подошел за автографом. Холли была так очарована своим фанатом, что согласилась стать его женой спустя всего полгода отношений. Следующие три года семейной жизни Берри боялась за свое здоровье и жизнь. А вот свой второй брак актриса заключила не с поклонником, но кумиром, музыкантом Эриком Бенни, в которого Холли влюбилась после его концерта. Но этот опыт замужества оказался трагическим, муж снова поднимал руку на актрису. После развода в 2005 году Холли Берри пыталась покончить с собой, закрывшись в заведенном автомобиле. В 2015 году Берри снова пережила развод. На этот раз уже с третьим супругом. Актером Оливье Мартинесом, с которым растила общего сына Массия Роберта и свою дочку Налу. В жизни актриса повторился сценарий прошлого. Берри не смогла вытерпеть агрессию мужа, регулярно затевавшего драки. Впрочем, мужчина проявлял свой характер не по отношению к жене. Но той была довольна и его публичных разбирательств с другими мужчинами. Актер избил экс-возлюбленного актрисы и отца ее дочери Габриэля Абри. Он регулярно вступал в потасовки с папарацци. А в начале 2015 года подрался с фотографами в аэропорту Лос-Анджелеса, потому что терпеть не мог, когда его семью снимали для таблоидов. Фото Старфос, ГТ Имиджес, Инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова